итак друзья всем привет приехал поснимать значит как себя ведет дом при сильном порывистом ветре сейчас очень и очень сильно дует прошлое видео хотел поснимать как дом держит температуру но к сожалению почему-то первый раз меня подвел вообще iphone не записался звук это первый раз такое вообще было за года полтора наверно вот поэтому будем сейчас записывать значит смотрим у нас температура сейчас оттепель на улице сейчас у нас показывает 1 градус тепла вот до этого стоял мороз несколько дней такой небольшой минус 5 очень много снега уже как бы все почистил но не успел записать видео о том что как бы в дом никто не ходил обогреватель не включался так вот можно сразу посмотреть температуру и у нас получается примерно плюс 3 градуса наверно включим свет так значит можем послушать как ведет себя дом с кровлей спокойно посмотреть на все на это дело я вам говорю привет в кадр спокойно посидеть кстати говоря вот про обогреватель если интересно вот он кабель вытащили дом абсолютно не обогревается вообще вот на дворе у нас 10 февраля вот можно посмотреть как ведет себя дом при шквальном ветре как бы ощущается да есть вот слышно что на улице ветер но не более того вот если мы откроем плохо видно сейчас это глазами виднее по траве как все получится да и здесь линза она еще у меня разбита здесь двойная линза идет со стеклом поэтому шума немножко было бы меньше абсолютно вполне себе нормально допустимый шум точно такой же как в квартире вот я сейчас из квартиры приехал там точно так же ощущается вот этот ветер нужно открыть окошко еще но тут тоже никакой растительности нету тьма ничего не видно сейчас оплатил квитанции за квартиру просто конские какие-то поборы там непонятные капитальный взнос на капитальный ремонт еще что то здесь здесь в своем доме только за свое проживание за свет за тепло наверное нужно платить но этот дом у нас получается энергоэффективный поэтому тут платежи будут просто минимальные за 50 квадратов ну можно еще один присоединить дом будет чуть побольше платеж мне тут один человек с комментария пытался доказать что есть одна другая строительная фирма которая продает свои каркасы для дальнейшей обшивки их ОСБ либо утеплением из минеральной ваты тем самым получив каркасный говнодом по итогу он мне как же он мне написал зачем вы нужны если есть они я ему предложил посчитать итоговую стоимость это этого сарая и с последующим утеплением ну конечно же он этого делать не будет там нужно ляпнуть в комментарии ставить пять копеек у нас большинство таких людей они будут с пеной у рта доказывать что они построят дом лучше дешевле и тому подобный бред даже не изучая рынка строительных материалов не изучая цен ну знаете можно даже из глины наверное слепить такую землянку она наверное будет дешевле вопрос только как ее утеплять ну соломой наверное можно утеплить вот а здесь понимаете здесь толщина стены 15 сантиметров вот эта арка она чуть тоньше идет оконная дверная вот у меня лежат стена дома вот на срезе вот она толщина вот это материала еще раз повторюсь это не пенопласт он гораздо жестче гораздо жестче мне даже пальцем его не продавить это очень такой плотный материал пенопласт он сразу его нажимаешь там сразу вмятина остается здесь вот посмотрите на напряжение пальца со всей силы нажимаю даже больно уже пальцем вот остается такая вмятина соответственно весь дом он вот такой вот здесь есть пузыри иногда остаются такие в форме когда воздух попадает ну то есть тут особо ничего страшного там нет это все за штукатуривается потом черновым штукатурки сеткой и ничего этого не видно будет но это бывает иногда кое-где такие штучки поэтому ничего страшного в этом нет вот поэтому этот дом будет очень теплый очень теплый это просто дом термос вот я говорю можно видеть на градуснике вот это все дело вот он держит плюсовую температуру не обогретый абсолютно это зима то есть если здесь включить обогреватель и подогревать его ну как бы когда же жить уже в нем будешь то затраты будут мне кажется минимальны то есть дешевле чем в однокомнатной квартире будет жить это сто процентов так что вот приезжайте смотрите все оценивайте цена на сегодняшний день очень даже нормальная то есть дешевле можно построить только наверное какой-нибудь сарай каркасный опять же обшить его минеральной ватой и утеплить и потом ее через лет десять в лучшем случае через лет десять всю ее менять потому что она вся сминается там начинает поддувать со всех щелей деревянный дом весь шатается болтается ну там понимаете есть в интернете видео если хотите чтобы вас обманули то пожалуйста все в ваших руках потом можете с пеной у рта доказывать что-то каркасные дома они больше я вот построил лучше ну и тому подобную ахинею нести это нормально для наших людей это нормально вот ну в принципе все что я хотел показать надеюсь в этот раз вузы пишется вот с вами был антон соколов всем пока